Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И не только психологическая комьюнити, а простые люди, граждане, которые меня слушают, смотрят, интересуются тем, что происходит в моей жизни и в лаборатории психологического обеспечения. На ваших экранах такая странная, не очень мне нравящаяся картинка. И на ней написано, закрывайте двери, продавцы магазина мерзнут. Буквально несколько дней назад столкнулся с неким таким явлением, прохладно у нас на Урале. И соответственно такая вот надпись на одном из магазинов, ну такая или примерно такая. Смысл этого видео в таком слове, в таком понятии как ответственность. На мой взгляд это глобальная, глобальнейшая проблема современного российского общества. Можно много политизировать, разговаривать об экономических, социальных аспектах нашей деятельности. Но я рассматриваю ее во многом как психолог. Как человек, который видит и слышит многое из того, что простыми людьми или не замечается, или замечается, но как-то интерпретируется странно. Я попытаюсь сейчас вам открыть секрет, маленький секрет, слово ответственность. То, что происходит в нашей действительности, в нашем мире, во многом зависит от того, насколько каждый из нас ответственен. Ответственен перед собой, перед своими знакомыми, друзьями, коллегами, прежде всего семьей, детьми и так далее и тому подобными вещами. Мы ответственны за свою судьбу, за то, что вокруг нас происходит. Кажется, что нет каких-то причинно-следственных связей в какие-то моменты или в каких-то событиях нашей жизни. Но все равно мы участвуем в этой действительности. По меньшей мере, если не включены в какие-то ситуации, окружающие нас, то видим и наблюдаем их. Но в большинстве случаев мы творцы своей судьбы, своей жизни и, соответственно, совершаем поступки, действия, высказывания какие-то совершаем и так далее. В отношении, прежде всего, наверное, своих близких, родственников, родных, людей. Ну и в отношении коллег по работе, знакомых, друзей, случайных людей, предположим, встречаясь с ними, как здесь написано в магазине. Так вот, почему проблема одного человека становится проблемой другого человека? Закрывайте двери. Действительно, я подхожу к этому магазину буквально несколько дней назад. Висит такая вывеска. Дверь плохо закрывается. Вроде крупный магазин там и так далее, и так далее. Ну вот продавцы, видимо, им дуют. И, соответственно, они простывают и так далее, и тому подобное. Они мерзнут. Их проблема того, что они мерзнут, становится моей проблемой. И это негативное влияние этой надписи. Я захожу в магазин и думаю, почему я должен эту дверь закрывать? У нее хороший стоит, значит, как это называется, досылатель. Там автоматически дверь закрывается. Но почему проблема других людей становится моей проблемой? Ну, кто-то скажет, ну да, конечно, ну, о чем ты вообще говоришь? Ерунда полная. Что тебе трудно протянуть руку там, как-то дернуть за эту ручку, и она за тобой закроется? Конечно, не трудно. Никаких проблем нет. Но сам пример того, что это происходит, и вот этот негатив, который я буквально краем глаза, не на сознательном уровне, а на уровне бессознания, испытал, и как психолог сконцентрировался на этом восприятии действительности, оценил его моментально как негативное, другими людьми тоже так же расценивается. Только они могут это замечать, могут не замечать. Вроде, я не обязан закрывать дверь, и скажет какой-нибудь истерик, психопат, социопат. Закрывайте сами. Ну, я не истерик, не психопат, не социопат, но я прикрою дверь. Перед этим испытав негативное влияние безответственности других людей. Я не скажу, что эти продавцы безответственны, не хозяин этого магазина безответственны. Наверное, стоит все-таки поступить разумно, наладить эту дверь, чтобы она закрывалась достаточно плотно, и не испытывали проблему с этим ни продавцы, которые мерзнут в этом магазине, ни покупатели, ни так далее. Проблема хозяина магазина, попытка переложить его ответственность за окружающую его действительность, ответственность за то, за что он отвечает, вот так вот, это не масло масляное, а именно ответственность за то, что он отвечает, за этот магазин, за то, чтобы дверь хорошо закрывалась, за то, чтобы продавцы не мерзли, чтобы получали достойную зарплату, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта проблема ответственности этого продавца, этого хозяина, она первична. Моя проблема, она возникшая из проблемы других людей, становится моей проблемой. У некоторых не становится, у некоторых становится. У меня она становится в любом случае проблемой для человека, только кто-то эту проблему осознает, а кто-то эту проблему не осознает. Этот пример простой, элементарный, с дверью в магазине, характеризует общее, всецелое состояние нашего общества. Российская Федерация, Россия, люди русские, русские люди. То, что происходит и то, что я вижу в окружающей меня действительности, общаясь с огромным количеством людей, по телефону, через интернет, в личном каком-то общении, все больше и больше наталкивает меня и не только меня, других людей, которые об этом говорят, пишут, еще как-то выражают свои мысли, привносят себя в реальную действительность. Она очень актуальна. Проблема ответственности людей перед собой, перед окружающими, перед теми делами, которые они делают, чем они занимаются и так далее. Глобальная проблема, проблема ответственности нашего общества. Она сидит в каждом человеке, в каждом из нас. Мы знаем это слово. Ответственность всеми большими буквами. Попробуйте высветить его перед своими глазами, представить это слово. Очень легко и просто оценивать окружающий мир, если действительно психологизировать его. Не просто идти по жизни слепо, а если его психологизировать, думать, постоянно думать над этим окружающим нас миром и над самим собой. Эта проблема действительно серьезна. Я не побоюсь этого слова. Именно глобально. Для нашего российского общества, для наших русских людей. На этом все. Если вы захотите поспорить со мной, можно заснять вам свое видео, можно написать что-то в комментариях, поставить лайк, дизлайк, неважно. Мне будет очень интересно, если я получу какую-то обратную связь. Видео такие я записываю не очень часто, но они есть, они для меня очень важны и интересны. Они фундаментальны для меня, для моей личной жизни. Не только как профессионала, директора научно-практического центра, психолога, психофизиолога. Они важны для меня, как для человека. Я об этом сейчас вам говорю. Если будет интересно, поверьте мне, ниже по списку моих видео вы найдете не менее интересные видео, посвященные психотерапии, психокоррекции, восприятия действительности, психике человека. Не связанные, может быть, с диагностикой моей основной работы. Сходите, посмотрите. Масса интересных видео о помощи себе, о психотерапии, психокоррекции, восприятии действительности. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.